Какой подход для нашего государства? И как следствие развития, рост производства. Но без сырья у нас, к сожалению, ничего не будет. Сырье у нас, слава Богу, в стране есть. Для того, чтобы добывать это сырье, нам нужны технологии добычи, оборудование для того, чтобы все это добывать. И также технологии переработки, обогащения сырья. И, конечно же, квалифицированные кадры. Вы же квалифицированные кадры? Да. Будут. Так вот, хочу заметить, что на сегодняшний день развитие высоких технологий, вообще любых технологий, оно носит взрывной характер. Допустим, если взять 1980 год, на тот момент использовалось порядка 12 химических элементов из таблицей недели. А сейчас, как вы можете видеть, рост произошел в 5 раз и используется около 60. Так вот, есть понятие такое в каждой развивающейся стране, стратегическое и критическое минеральное сырье. Под стратегическим минеральным сырьем мы подразумеваем, ну, если взять нашу страну, наше государство, то нефть, газ, все, в принципе, от того, то, от чего мы получаем валютную выручку и обеспечиваем социальное благополучие всех граждан нашего государства. Ну, всех стараемся обеспечить. Так есть еще и критическое минеральное сырье. Это то сырье, от поставок которого мы зависим. Ну, не только, не каждая страна, она имеет перечень тот или иной критического минерального сырья. В России сейчас список критического минерального сырья, вот как таковой, вообще отсутствует. У нас есть список из 29 минералов, он является список стратегического минерального сырья. В Соединенных Штатах, прошу обратить внимание, в 21-м году список такого наименования был порядка 28. Сейчас он содержит сквозь именований критического и стратегического минерального сырья. Здесь у нас показан список стратегических бюджет минерального сырья, который в 96-м году был принят постановлением правительства Российской Федерации. И хотелось бы обратить внимание на то, что используются промышленные минералы абсолютно в каждой сфере. То есть, вот, бутылочки на столе стоят, да, там, из пластика, они делаются из тех или иных промышленных минералов. И ракеты в космос мы запускаем тоже благодаря им. И используются абсолютно здесь сельское хозяйство, медицина. Здесь вот небольшой перечень, перечисленные, да, используются химическое, фармацевтическое, высокие технологии. Все делается абсолютно, все из тех или иных промышленных минералов. Потому что, как у нас Владимир Владимирович говорил, нам нужно выйти на третье место по самолетостроению. По самолетостроению, если взять, допустим, на сегодняшний день, бомбардир, по-моему, он занимает. Третье место, 180 самолетов. В России у нас выпускают около 10 самолетов в год. То, из чего мы делаем самолеты, к сожалению, не соответствуют международным стандартам. Потому что все самолеты у нас на сегодняшний день производится. 80% состава самолетов состоит из композиционных материалов. А это графит. Доля импорта на сегодняшний день необходимых промышленных минералов в объемах, она составляет миллионы тонн. То есть я могу несколько привести вам видов. Это, допустим, для того, чтобы бурить сглаженные, нефтяные, газоносные. Я думаю, вы все знаете, что нам необходимы бентонитовые растворы. А их мы закупаем более 300 тысяч тонн ежегодно. Графиты у нас внутреннее потребление на рынке 40 тысяч тонн. Внутреннее производство у нас 10 тысяч тонн. И также можно коснуться и плавикового шпата и так далее, так далее. В деньгах это миллиарды долларов. Это гораздо выше, чем Роснефть, Газпром по своим валютным доходам. Ну, здесь приведен маленький такой перечень стран, который возит на мыло. Так вот, возникает вопрос. Поставит ли импортная зависимость российскую промышленность на колени? Если брать сушу, у нас на суше месторождение, на суше у нас их вполне достаточно, да? В море их еще гораздо больше. То есть здесь вот, пожалуйста, гардероспространение основных полезных компонентов, которые нам нужны. В основном это железо-марганцевые конкреции, кобальто-марганцевые корки, глубоководные полисометаллические сульфиды. Содержание по марганцу, по меди, по всем редкоземельным и другим элементам гораздо больше, чем на суше. О техногенных месторождении у нас и... Ну, говорит даже об этом не так, вы сами знаете, какое количество, какой объем у нас в техногенных месторождении. И как Владимир Владимирович говорил, он расставил акценты по экспортозамещению и экспортной направленности. Здесь мы видим таблицу. Справа, если посмотрите, там, здесь вообще приведены усредненные данные стоимости капиталов на мировом рынке. И указаны доли, да, на континенте, на суше, по месторождению запаса у нас и по мировому океану. В Мировом океане у нас достаточно большой разведанный объем разведанных месторождений. Если взять только Гларион Клибертон в Тихом океане, у нас 75 тысяч квадратных километров разведанных месторождений железо-марганцевых конгрессий. С содержанием марганца до 50%. Если брать сельское хозяйство, то промышленные минералы, они используются летом. Но, к сожалению, вот здесь приведено среднее потребление, да, там, по миру в сельском хозяйстве. 98 килограммов гентарра у нас используются промышленные минералы. Тот же Косагра, да, там, если взять 70-80% сырья, которые они производят, они импортируют за рубеж. То есть внутреннее потребление у нас, к сожалению, не отстает. И если рассматривать на примере подводной добычи, то внутренний вопрос, проблемы, да, там, анализ, он показывает, что научный потенциал России, он велик, он есть. Есть. Технологии добычи, есть. О, оборудованию, это вопрос у нас очень большой. Сейчас дальше мы его рассмотрим. Специалисты у нас, ну, в зале присутствуют специалисты. Есть, есть. Есть специалисты, правильно? Да, да, найдем. Вот, так, здесь я привел небольшой научный потенциал, который у нас есть в стране. Это юж-мор-геология, это те в НИИ, организации научные, которые занимаются тем или иным образом, относятся к погодной добыче. В НИИ океан-геологии, у нас шагов очень далеко в этом, в НИИ океан-геологии, юж-мор-геологии. То, что касается технологий, много я перечислять не буду, но здесь вот приведена одна из технологий добычи железомарно-гинсового конкреции с одна мирового океана. Она является автономной. Здесь вы видите два катера корабля, один это корабль буксировочный с натяжным тросом, которому прикреплен комплекс по добыче железомарно-гинсового конкреции, на который установлен кассетный трат. И более подробно вы можете ознакомиться с этой технологией добычи, посмотрев патент, есть в интернете, можете найти, собственно, автором этого патента являюсь я. То, что касается оборудования, у нас, к сожалению, в России большая проблема с этим. То, что касается разведки, мы очень большие успехи в этом сделали. А вот то, что касается добычи, единственный консорциум, который занимается производством, разработкой, производством, и уже это оборудование находится на стадии экспериментальной добычи в море Бисмарка в Индийском океане, это консорциум Наутилус Минералс. Здесь вы видите на этой картинке один из роботов для добычи твердых полезных ископаемых под лотой. Эта техника, она рассчитана на добычу кобальта-марганцевого порта на глубине 1000 метров в море Бисмарка в Индийском океане. И здесь, собственно, представлен корабль, который разработала эмиратская компания, и он изготавливается в Китае. И в 2018 году уже будет роботно-промышленная добыча производиться с помощью вот этих вот роботов, вот этого корабля. И, собственно, вопрос возникает, найдется ли инвестор разработки и производства отечественного оборудования для морской добычи, и зависимость останется. Хотел бы заметить, что основным инвестором консорциума Наутилус Минералс является наш с вами соотечественный. Это Алишер Усманов, ему принадлежит 25% акций этого консорциума. То есть, в принципе, мы с вами понимаем, что, по большому счету, инвесторы есть, заинтересованные лица есть, и не все уж так уж и плохо у нас. Сейчас, на данный момент, материалы по этому направлению, мною направлены в Совет Безопасности Российской Федерации Николаю Платонычу Патрушеву. И создан Комитет промышленной безопасности, который возглавляю я, председателем являюсь этого комитета. Там подключились несколько научно-исследовательских институтов и еще некоторые организации. Поэтому, если есть желание у вас, всех заинтересованных лиц, добро пожаловать. Можете оставить свои контакты в конце семинара. Ну, здесь вот я написал, что 25% мутилосминералса, оно принадлежит Усманову. И хотелось бы сказать, что данное направление по подводной добыче, по использованию промышленных минералов, оно является золотым звеном российской экономики. Здесь я представил структуру экспорта за последние 30 лет, начиная с 1978 года по 2008 год. То есть, если в 1978 году у нас по топливоэнергетическим ресурсам мы экспортировали 15,7, на сегодняшний день у нас практически 68% экспортируется нефть и газа. То есть, понимаете, в какой зависимости мы находимся. Я думаю, никто из вас не хотел бы зависеть от своего соседа, даже по квартире, я не знаю, в любых вопросах. Например, мне бы этого не хотелось. По машинному оборудованию, если брать 1978 год, то 21% у нас экспорта было, 21,5%. На сегодняшний день у нас меньше 5% экспортируем машинного оборудования. По продовольственному сырью и сельсному хозяйству было 8,5%. Как бы мы сейчас ни рапортовали, что у нас в экологии все замечательно, в сельсном хозяйстве все замечательно. Мы там ежегодно миллионы тонн зерна экспортируем и так далее. 2% у нас на 2008 год. Так вот, в принципе, здесь вот указаны мои контакты. Дальше сейчас вот видео есть. Видео я не знаю, включится? Что-то не включается. Вообще, видео должно было пойти. Я вам хотел показать еще видео. Вы его можете найти на сайте Montilose Minerals. Там подробно показано все оборудование, которое есть у этого консорциума. На самом деле, очень прорывные технологии. Очень далеко шагнула эта компания. И хотелось бы, чтобы здесь студенты присутствуют. Хотелось бы, чтобы вы больше вникали, больше заботились о том, что нужно самим приходить в науку и вообще думать о будущем. Не только о своем, но и у вас дети когда-то будут, а о будущем своего государства. И поэтому, что я хотел сказать? Давайте, вперед, дерзайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.